Секундочку, я сейчас просто, чтобы глупость какую-нибудь сказать, не подтвержу факты свои. Что значит быть взрослым? Какими атрибутами обладает взрослый человек? В чем эта взрослость проявляется? Многие ли люди старше 30-ти обладают этими признаками? Хотят повысить возраст совершеннолетия до 30-ти? Я подозреваю, что просто не хотят, чтобы люди влияли на политику. А взрослость – это, конечно, состояние ума и социальное положение в значительной степени. То есть, если ты способен вести автономное существование, если ты ни от кого не зависишь, если ты смог устроить собственную жизнь, смог оторваться от родителей, живешь от них отдельно, у тебя собственный социальный круг, и ты не проводишь… Прошу прощения, сейчас обижу миллион людей, наверное. И ты не проводишь целые сутки за тем, что обсуждаешь мифологию Гарри Поттера, Телкина или Звездных войн, то ты, наверное, взрослый. Но на место Звездных войн можно, кстати, поставить и бесконечное обсуждение футбола. Совершенно нормально, если вы это обсуждаете, если это ваш досуг. Когда это занимает всю вашу жизнь, ну, это сложно назвать взрослостью, потому что вместо того, чтобы думать о вещах, которые на вашу жизнь влияют, вы продолжаете играть. И снова, человек должен играть всю жизнь, это хорошо. Но если игра – это всё, что есть в вашей жизни, то вы больше похожи не на взрослого человека, а на домашнее животное. Вы знаете, есть люди, которые заводят кошек или собак. Есть большая разница между домашней кошкой и кошкой, которая выросла в дикой среде. Они совершенно по-разному себя ведут. И домашняя кошка потом не может, если вы её всю жизнь при себе держите, то после определённого возраста она не может уже сама выжить на улице. Она умрёт. Она не сможет себе найти пропитание, она не сможет себя защитить. Вот с людьми происходит то же самое. Если вы всю жизнь сидите перед монитором в какой-то комнате, в которой вы родились, да, вам мама готовит ужин, она вам стирает, вы сами ничего не зарабатываете, либо зависите от государства. Государство же вас пытается поставить в зависимость именно для того, чтобы превратить вас в такого кастрированного кота буквально, которому ничего не нужно, который на жизнь смотрит через окно. Да, вот смотрят, там птички летают, на них мяф-мяф-мяф, да, но за окно никогда не выйдет, потому что он всё, он уже кончен, это не живое существо, это уже игрушка. Вот людей превращают в таких же домашних животных, и инфантилизация часто сознательная, часто проводимая в том числе и родителями, но абсолютно точно сознательно проводимая государством, это, разумеется, болезнь. Да, Жанна Дарк в 19 лет уже была казнена, понимаете, то есть вот она была взрослым человеком, а у нас находятся люди до сих пор, которым там в 30 лет ещё дети. И вот эта инфантилизация, это сознательная политика государства, зачастую сознательное поведение родителей, потому что на самом деле зачем существует инфантилизация? Почему родители и государство не хотят, чтобы люди взрослели? Потому что это даёт им контроль, потому что контролируя своего ребёнка, ты таким образом, с одной стороны, да, чувствуешь себя нужным и пытаешься свою жизнь продлить таким образом, да, свою нужность продлить, потому что в противном случае ты там, он уйдёт там из дома, будет своей жизнью жить, ты останешься один, это неприятно. И родители, которые не любят своих детей, они совершают вот именно это, они их инфантилизируют. Государство делает это сознательно, потому что государству нужно, чтобы вы от него зависели, потому что и выживание государства зависит от того, что вы от него зависите, от того, что вы не можете сами себя содержать, от того, что вы боитесь принимать за себя решения, от того, что вы вместо того, чтобы принимать сознательное решение за себя, ждёте, когда вам государство разрешит что-то делать. Это же фантастика совершенно, что люди выступают за государственные запреты, а когда ты им говоришь, ну, не нравится, не делай, у них волосы на голове дыбом стоят, у них как, как это, как это, не нравится, не делай, как это он сможет говорить, или там свобода слова так выглядит, да, не нравится, не читай, говоришь ты кому-то в интернете, переключи телевизионный канал, не нравится, не слушай, у них голова дыбом стоит, как это, как это, не нравится, не слушай, как это можно допустить, чтобы там Томми Робинсон говорил те вещи, которые говорит, как это можно допустить, что Михаил Светов говорит те вещи, которые он говорит, это же не мысль, это нужно запретить. Как это можно допустить, что люди вступают в отношения, которые я не одобряю, в однополые отношения? Ну, не нравится, не вступай. Как это? Нет, 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 нужно, чтобы запретили, ведь без государства, у меня буквально складывается впечатление, что без государства они явно ориентацию поменяют, потому что почему такое желание, чтобы им запретили, у меня нет понимания. То же самое относится к воспитанию детей. Вы обратили внимание, что о том, как государство должно воспитывать детей, чаще всего выступают люди, у которых собственных детей нет. Это довольно любопытно. Вот они собственных детей не завели, но как вы должны воспитывать своих детей, у всех этих представителей радужной коалиции будет обязательно мнение. С одной стороны, нет, люди не должны размножаться, зачем вы заводите себе второго, третьего ребенка, подумайте, в окружающей среде. Да, с другой стороны, воспитать ваших детей хотят они сами. Это инфантилизация, которая играет на руку государству, которую многие непорядочные родители проводят по отношению к своим детям, потому что не хотят, чтобы они стали самостоятельными людьми. Это трагедия. И это происходит, конечно, в значительной степени от того, что мы вошли вот в эту эпоху маленьких семей, где в семье появляется один-два ребенка, в лучшем случае. И, конечно, в такой ситуации сложно, когда у тебя все силы инвестированы в одного человека, сложно отпустить, во-первых, потому что у тебя больше ничего нет, а во-вторых, потому что тебе кажется, что с высоты своего опыта ты можешь за этого нового человека что-то правильно решить. Нет, не можете, вы сломаете ему жизнь. Инфантилизация ломает жизни людям. Лучшее, что вы можете, это отпустить. Ну, а самое лучшее, это завести много детей, и тогда за каждого отдельного вы будете переживать чуть-чуть меньше. И это позволит каждому из них, что характерно, состояться как личность. Субтитры создавал DimaTorzok